В театре «Астана-Опера» прошел концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Сергея Прокофьева. Музыкальный вечер под названием «Приношение Прокофьеву» прошел в камерном зале театра. Мне очень нравится музыка Сергея Сергеевича. Она очень оригинальная, необычная, яркая и имеет свой характер, также свой стиль. И она заставляет выходить за рамки стандартных каких-то ощущений. То есть даже на первый взгляд все в его музыке сделано достаточно классически и в рамках академизма. Но в процессе исполнения ты всегда открываешь что-то новое для себя и тебя заставляет меняться, как именно творческую личность и что-то открывать в себе. Музыканты исполнили камерные сочинения композитора, сонаты, пьесы для фортепиано. Прозвучали также такие произведения, как «Ададжо» из балета «Золушка», «Марш» из балета «Любовь к трем апельсинам», «Джульетта девочка» из балета «Ромео и Джульетта» и «Увертюра» на еврейские темы. В разных уголках планеты в этом году отмечают 130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева. Его симфоническая сказка «Петя и Волк», балет «Ромео и Джульетта» и «Седьмая симфония» входит в число наиболее часто исполняемых в мире. Во всех кинотеатрах страны стартовал прокат картины «Большая маленькая жизнь». Создатели фильма представили вниманию зрителей мелодраму, посвященную женской судьбе. Мы делали, скажем так, закрытый показ и создавали некую фокус-группу. И многие сразу сказали, что эта история схожа, например, с историей моей сестры или моей соседки. У моей соседки примерно такая история была. То есть каждый в этой истории видит что-то свое и делает выводы, каждый для себя, каждый сам. И поэтому, думаю, она не будет непонятна. То есть это абсолютно понятная история для именно нашего зрителя. В центре сюжета история успешной, самодостаточной и уверенной в себе женщины по имени Айала. Кто она? Амбициозная бизнес-леди или хрупкая, слабая женщина, плывущая по течению своих воспоминаний, пытающаяся не утонуть в трясине прошлого? Фильм заставляет зрителей задуматься над вопросом, в чем настоящее женское предназначение. Очень сложная постановочная картина, сложные съемки, особенно для осель. И через какие-то терни, трудности, честно сказать, мы это прошли, мы это сделали. Одно хочу сказать, дорогие женщины, этот фильм мы посвящаем вам. Роль главной героини сыграла Асель Калиева. В съемках фильма также приняли участие Жендос Айбасов, Санжар Мади, Сергей Погасян, Бопеш Жандаев, Ирина Ажмухамедова и другие известные казахстанские актеры. В Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева открылась персональная выставка художника Нуршидина Боратова. В экспозицию под названием «Небо становится выше» вошли 80 работ, почти все из них созданы за последние два года. Язык творчества Боратова приближен к импрессионизму и основой своих произведений, живописец считает передачу полноты момента. В моих работах важна не тематика, важно состояние природы и, скажем так, состояние души и так далее. И в этом смысле, допустим, мне важно передать на данный момент, что происходит, будет то это или рассвет, или это закат. Желание мое передать живопись прежде всего, чтобы было это живописно, а не сюжет это как бы вторичен. Большая часть представленных картин – пейзажные тюды, излюбленный жанр художника. Написанные с натуры работы Нуршидина Боратова являют собой особую гармонию завершенности в условиях временных ограничений. Нетривиальное творчество нашло своего зрителя также и за рубежом. Персональные выставки живописца прошли в Бишкеке, Стамбуле, Копенгагене, Орхусе, на Кипре и в Будапеште. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 12 июня артисты театра имени Станиславского порадуют публику постановкой «Месяц в деревне». В Кокшитау 12 июня трупа областного драматического театра проведет показ спектакля «Чичиков» по мотивам поэмы Гоголя «Мертвые души». 13 июня в Кустанайском театре имени Умарова состоится постановка «Отельмиген Парос». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова